Что несёт вам полнолуние? Здесь показано, я сама знаю, чего я хочу, потому что я сама маки, волшебник своей жизни. Здесь выходит пара. Это пара. Полнолуние вам несёт воссоединение в пару. Показано очень быстро. Вам поступит какое-то предложение. Предложение показано. Да, у вас тут ещё и выбор есть, и шанс есть. Здесь мужчина уже готов побороться за вас. Ждите новостей, новости на пороге. То, о чём вы не ждёте. Здесь показано две пары. Интересно. Вам приготовили здесь сюрприз, встреча. Встреча со своим партнёром. Нежданно-негаданно, от которого вы не ждёте. У вас выбор показан, у вас же слова есть. И есть человек, который работает в структурах, может быть, ездит, с железом работает. И творческая личность. Человек один занимает очень высокое положение. Ждите. Здесь всё связано с чувствами, с эмоциями, с любовью. Кто, если находит состояние одиночества, то эта ситуация позволит выстрелить отношения. Это будет касаться огненных знаков и воздушных знаков. И воздушных людей, воздушного знака. Огненного и воздушных знаков. Поэтому ждите новостей. Новости на пороге. Это очень быстрые новости. Новости, которые вас просто ошеломляют. Знаете, я бы так сказала ещё. Если нет, нет никого. Но как только появляется один мужчина или одна женщина, сразу все выходят. У них как чулька какая-то. Нет, нет никого. А тут на тебе сразу два или две показано. Вы разрушаете все болезненные ситуации. Вам тут досталось. В этой жизни показано. Досталось. Но вы такая, солнышко. Вы просто... Знаете, от вас просто искры отходят. Столько тепла, столько нежности, столько доброты, столько света. Показано. Вы словно, знаете, брали как воздушные замки. Пытались кому-то что-то доказать. Это что связано с кармой? Кармический человек. Словно вы какую-то прошли школу жизни с кармическим человеком. Называется вам сделать предложение руки и сердца для того, чтобы выйти в стабильность и ресурсность. Обалдеть. Здесь всё говорится про отношения. О том, что вы прошли трансформацию. Что вы завершаете кармические задачи. Полнолуние выводит вас на новый уровень. Здесь уже от вас ничего не зависит. Здесь показано, вы справились со своей задачей. Здесь предложение. Предложение руки и сердца. Все, кто одинок или поругались, выходят в отношения. Потому что вы маги и волшебники своей жизни. Маги и волшебники своей жизни. Маги и волшебники своей жизни. Смотрите, какая сила. Сила в любви. В притяжении. Вот Али Маку. Вот это да. Здесь действия. Действия показаны. Вам тут, вы говорили, я уже ни на что не надеялась. Мне уже казалось, что в моей жизни просвета нет. А вы же вселенная говорит. Нет, ты что, дорогая. Ты же богиня. Ты же заслуживаешь этого всего. Смотрите. Для некоторых это могут быть и новые отношения. Это обалдеть. Это говорит о том, что вы заслужили. Вы выросли, как в духовном плане. Здесь показано, вы засеяли семена. А значит, пришло время собирать, пожинать плоды. Поэтому, если вы считаете, что в вашей жизни ничего нет, ничего не приходит, вы глубоко ошибаетесь. В вашей жизни наступают самые счастливые дни и моменты. Наслаждайтесь этой жизнью. Император. Это ваш муж. Влиятельная личность. Человек, который хочет взять за вас ответственность. Это связано и с делами, и с отношениями. Пришло время сбора урожая. Здесь уже от вас ничего не зависит. Если вам казалось, что было полная попа и просвета нет, это как поднятие на ступеньку выше. Это осознанность. Это когда вы приняли решение. Смотрите. Семья, отношения, рождение детей. Кто-то захочет деток завести. Перед вами действительно весь мир и вся вселенная. О, условно ожили. О, жили показано. Вот предложение. Господи ты мой. Здесь продолжение руки и сердца показано. Вы этого заслужили. Здесь все по справедливости показано. Знаете, это когда вы выпрашивали у высших сил помощи, поддержки. За вашу несгибаемость, за вашу силу, за вашу веру. По вере вам будет дано, показано. Здесь планы действия. Это, знаете, когда человек уже осознанно делает выбор. Да? В вашу пользу, в вашу сторону. Для кого-то, может, кто-то ждал два года, две, два месяца. Здесь будет переезд в другой город, в другую страну. И надолго. Новая жизнь, новое начало. Это может быть вероисповедание, языковой барьер. Говорит сразу. Ваша жизнь в ваших руках. Теперь все меняется. Теперь все от вас не зависит. Вы уже все сделали, все, что могли. Теперь за вас вселенная. Все расставляет по полочкам. А вы говорите, а я ничего не жду. Я не хочу никому ничего доказывать. Меня тут в этой жизни так поколбасило. Кто-то, у кого-то здесь показано третий брак. Потому что были тройственности показано. Зависимость. И чего не было только. Показано, когда кто-то вел расчет на какое-то материальное благо показано. Нет, мои хорошие. В жизни все наживное. Можно начать с нуля, но все-все нажить. Вы уйдете от всех болезненных ситуаций. Если у кого-то была негативная программа, здесь тоже все тухает. Вы это забываете, как страшный сон. У кого она была, кто делал чистки. Здесь вы уйдете от всего показано. И никогда этому возвращаться не будете. Словно, как страшный сон. Почему? Потому что здесь семья. Знаете, это за вашу ресурсность, за вашу стабильность, чтобы вы не сгибались. Как я часто говорю, все же видят результат. Но как этот результат достигать, никто же не видит. А вы говорите, я жена, я императрица. Семья, семья, семья. Вот она семья. Я жена, я императрица. И у меня будет все. Показано. У вас был кризис и финансовый поток. Вы были одни. Вам некому было помочь. Вы словно свою жизнь с нуля. Смотрите. Ситуация. Вы с нуля начинали свою жизнь. Вы опустили обиды, разочарования, боли, тревоги, слезы, недосыпания, недомогания. Вы это все опустили. Вас здесь так обесценили, показано. За вашу любовь, за вашу чистоту. Все, что вы делали. А вы что сделали? Вы взяли, переломали ход событий. Вы вышли в стабильность, вышли в ресурсность. И теперь сидите. Вы чихать хотели на всех и на всякого. Вы научились защищаться. Вы научились устраивать забор, защищаться. Потому что у вас есть сила. А человек, с которым были, останется одиноким волком. Одинокий волк, он один останется. Вот на вознаке этих ресурсов, которые не дал вам ту любовь. Он останется один одиноким волком. У него жизнь сейчас все рушится. Он вас оставил. Посчитал, что правильно поступил. Для него друзья, подруги, голодность. Только по отношению к вам он другой. Он с другими хороший, только с вами он никакой. Он сейчас потеряет уверенность. И то, что он был всегда на коне. Это вы победили, не он. Не поверьте, он тоже придет со своей любовью. Будет говорить, что я все осознал. Он захочет перевести отношения на новый уровень. Захочет вам все дать захочет. Он сейчас переживает. Переживает. Работает на себя. Уходит для того, чтобы понимать, что вам надо дать защищенность в какой-то финансовом плане. Как мужчина. Показано, сколько он вас обманывал, предавал. А тут какой-то шанс появляется. Ваши планы, проекты с ним были отбросили. Показано. Тут появляется шанс, возможность выйти из разбитого сердца. Показано, словно, знаете, когда человеку говорите нет, понимаете, что человек по отношению к вам никак не действовал. Он оказывается в попе, потому что не получает вашей энергии. И сейчас он проявится, напишет, проявится, показывает. Скажет, что он с вами хочет быть, что он вас любит, любит вас своей семьей. Он скажет, что мне без тебя очень плохо. Я хочу быть с тобой. Скажет, давай обнулим нашу ситуацию. Я умею нести ответственность, я умею нести обязательства. Он скажет, что ты его звездочка, ты его любимая. Давай попробуем еще раз. Здесь показано разный язык, разные вероисповедания. У некоторых это, знаете, как вселенная даст попытку. Мои хорошие, если у кого-то перекрыт родовой канал, чистку надо делать. Иначе у вас не получится. Это перекрытие родового канала, надо чистку делать. Для того, чтобы выстроить отношения на долгие. Если кто-то сделал, показано, здесь дается как шанс реализовать свои планы и проекты. Вот что несет полнолуние. Переоценка ценностей жизни. Конец года – это завершение всех, закрытие всех генштальтов, которые мешали вашей жизни. И по закрытию тех генштальтов, то, что засеете, вы соберете в 2024 году.